Первая ошибка, которую совершают мужчины в холодную погоду, они не знают, как правильно наслаивать одежду, когда температура падает. Серьезно, когда в Калифорнии температура опускается до 10 градусов, то люди надевают зимние парки. Уверен, что вы, ребята, которые в Канаде, скажете, да ну в такую погоду можно ходить в шортах. Умение надевать правильно многослойную одежду дает вам преимущество, когда температура скачет. А когда еще и сделано все правильно, вы можете выглядеть потрясно. Первым делом давайте обратимся к доступным опциям. Когда вы делаете это неправильно, то у вас всего два варианта. Ходить в куртке или замерзнуть, когда вы ее снимете. В офисе температура 20 градусов, а кто-то открыл окно и вообще вас продуло. Поэтому вам либо очень жарко, либо холодно. В такой комбинации у меня уже чуть больше опций. Я могу снять куртку, как только попал в помещение. И у меня есть еще дополнительные слои. Это двубортный пиджак, который хорошо подходит для офиса. В офисе может стать жарковато, тогда я могу снять и пиджак. У меня по-прежнему есть еще один дополнительный слой сверху. И это свитер. В случае, если в офисе экономят на отоплении, то лучше быть в свитере, чем просто в рубашке. Давайте теперь обсудим, как много слоев могут помочь вам выглядеть круто. И многие мужчины не используют это для своего преимущества. Ключевая вещь в этом это понимать разницу между текстурами и паттернами. Если вы посмотрите на мой наряд, какие паттерны вы видите. Это пейсли прямо возле лица. Далее одноцветный свитер. И зеленый с небольшой текстурой. И что можно заметить, что текстура у этого вельветового пиджака рубчики. И хоть он сделан из хлопка, как и рубашка, но это разный хлопок. На рубашке он более мягкий. Далее идет шерстяной свитер с очень мягкой текстурой. И в итоге все эти текстуры, комбинированные вместе, придают очень хороший, опрятный вид. Когда люди смотрят, они такие, вау, прикольная комбинация. И, конечно, у вас есть опции. Можно раздеться, чтобы остыть. Надеть обратно один из слоев, чтобы согреться. Суть в том, что правильная комбинация слоев может помочь вам выделиться на общем фоне. Следующая ошибка – пытаться комбинировать неподходящие вещи. Обсудим верхнюю одежду. В зависимости, где вы находитесь в мире, вы должны понимать вашу погоду. Если у вас идет дождь, снег, если вам нужна одежда, которая защищает вас от воды, вот что вам понадобится. Далее надо учитывать, какая будет температура. Когда у меня есть защитная одежда, то мне потребуется изоляция. Она требуется для того, чтобы удерживать тепло. Это и делает изоляция. Она удерживает тепло и не позволяет холодному воздуху проникать внутрь. Когда мы снимаем эту куртку, у меня есть еще один слой. Это свитер. И затем у меня идет рубашка. И давайте доберемся до базового слоя. Это майка и подштанники. Многие игнорируют это. И это ошибка, особенно если вы хотите правильно использовать слои. Вам нужен слой, который будет плотно прилегать к телу, чтобы ваше тело могло дышать. Потому что если у вас только трусы или футболка с коротким рукавом, которая не совсем удобная, это может быть большой ошибкой. У вас могут появиться горячие места, в которых могут появиться раздражения. Если говорить об обуви, то вы знаете, что мне нравится кожаная подошва. Потому что это отличный показатель качества. Но в данном случае лучше смотреть в сторону резиновой подошвы с каблуком, чтобы был лучший контакт с поверхностью. Давайте посмотрим на конструкцию обуви. Можно встретить обувь, прошитую способом Good Year. Когда вы можете видеть швы прямо снаружи, это хороший показатель. Если вам придется идти по снегу с дождем, то они лучше будут защищать вас от влаги. У этих туфель также есть резиновые вставки и резиновый каблук. Это дополнительное сцепление, когда ты выходишь в плохую погоду. Следующая ошибка, которую я часто вижу, парни выбирают зимнюю одежду светлых оттенков. Ну, как бы да, если у тебя зима, как в Калифорнии, то это нормально взять себе светлую куртку или светлые штаны. Но для тех, кто живет больше на восточном побережье, и где у вас нормальная зима со снегами, с лякотью, носить светлые ботинки, которые моментально испачкаются, то же самое происходит и с куртками. Лично я выбираю темные цвета. Это более практично. Мне нравится, когда одежда может принять на себя удар и выдержать испытания грязью. Следующая ошибка, непонимание лимитов некоторых материалов. Мне нравится замша. Но если в вашей зоне постоянно идет дождь, то надо давать себе отчет, что замша не самый подходящий материал. Да, замша может впитать немного воды, но со временем она начнет быстро промокать, из-за чего она начнет трескаться и ломаться. Да, я видел, как некоторые люди ухаживают за своей замшей и продлевают ей жизнь, но это много работы, и это надо учитывать. На мой взгляд, лучше выбрать что-то более практичное. Обычная кожа будет куда лучшим выбором, ну или синтетика, которая будет пропускать воздух и отталкивать воду. Серьезно, просто купите себе стильный дождевик и будете счастливы. И это еще одна ошибка. Люди не желают тратиться на подходящую верхнюю одежду. Я постоянно показываю разные туфли и ботинки, но многие жмутся потратить чуть больше денег, чтобы купить себе качественную обувь. Но вот в чем суть. Это же основа вашего гардероба. Вы проводите в ней много времени, особенно если вы передвигаетесь пешком. Намного лучше потратить чуть больше, поплакать об этом разок, но затем наслаждаться хорошей обувью, которая сможет прослужить вам много сезонов, чем купить что-то подешевле, что распадется прямо у вас на ногах. То же самое с вашей одеждой. Найдите то, что вам нравится. На этом стоит сфокусироваться. На том, как вы ощущаете себя. Не на цене. Да, понятно, цена имеет значение. Но я хочу, чтобы вы ощущали себя круто. Лучше купить меньше вещей, но лучше. Чтобы каждый раз, когда вы надеваете эту куртку или пальто, вы ощущали себя на миллион баксов. Потому что оно на вас хорошо сидит. А это уже следующая ошибка. Серьезно, только потому что это зимняя вещь, не надо покупать себе большие громоздкие вещи. Надо разбираться, какова цель этой куртки. Если это пальто, то оно сделано для того, чтобы носить его поверх костюма. Оно чуть крупнее, чем этот бушлат на мне. Когда я его увидел, я понял, что хочу взять размер поменьше. Мне нравится, что он очень толстый. И эта плотная шерсть – это настоящая рабочая вещь. И следующая ошибка, которую многие допускают – вы не до конца понимаете, что шерсть предназначена для грубых ситуаций. Она может справляться с непогодой. Она может впитывать влагу на 40-50% от своего веса и все еще ощущаться сухой и держать тепло. И это главное – изоляция. Когда вы видите куртку из полиэстера, она дешевая. Да, вы сэкономите что-то. Но на самом деле стоит себя спросить, а будет ли она хорошо изолировать вас? Да, есть синтетические ткани, которые отлично справляются со своей работой. Особенно это касается пуховиков, в которых воздух задерживается и лучше изолирует вас от внешней среды. Но вот этот вопрос стоит задавать себе. Будет ли эта вещь вас изолировать от непогоды? Это главное. Когда речь идет о вещах, которые прилегают к телу, то надо смотреть в сторону тех, которые отводят от вас влагу. Например, как термобелье из микрофибры. Это ткань, которая сделана специальным образом. Она дышит. Хлопок тоже подойдет. Но мне бы хотелось, чтобы хлопок лучше тянулся. Сегодня я не выбираю нижнюю одежду из стопроцентного хлопка. Мне нравится, чтобы она немного тянулась. Это добавляет комфорта. Также я выбираю трусы-боксеры. Также и майку я тоже беру с добавлением синтетики. Иногда и стопроцентную синтетику. Я просто обращаю внимание на то, чтобы у нее было подходящее марлевое плетение, которое хорошо вентилируется. Вот что я ищу. Подходящий материал, который подойдет моему телу, потому что я знаю, что у некоторых аллергия на шерсть. Поэтому надо понимать, чтобы не допускать ошибок. И только потому, что холодно на улице, не стоит забывать об аксессуарах. А в частности, солнцезащитные очки. Скажем, что у вас выпал снег, а вы за рулем. На улице будет намного ярче, чем обычно. Потому что весь свет отражается от белого снега прямо вам в глаза. Если вы знаете историю солнцезащитных очков, то коренные жители Севера первыми придумали такие очки. Они делали деревянные очки с тонкой прорезью, через которую было еле видно. Но это помогало им защитить глаза от этого яркого света. Как быть с головой? Многие из вас ходят просто в шапке. Но почему бы не добавить разнообразия? Наденьте зимнюю кепку, которая была бы и теплой, и стильной. А? Как вам? Что думаете? Пишите в комментариях. Кепка 1, кепка 2 или кепка номер 3?